МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Татьяны Трофимова. Смотрите сегодня. Территория опережающего развития. Как продвигается строительство индустриального парка в Ханаше? ОНФ на дорогах. Что может общественный контроль? Маленькие кулибины. В каком возрасте просыпается инженерная мысль? Как продвигается строительство Канажского индустриального парка и инфраструктуры для него? В каком состоянии городские дворы и какому сроку должны сдать новый детский сад? Глава Чуваши Михаил Игнатьев посетил город железнодорожников. Объездная дорога «Аниш». Она в обход города связывает индустриальный парк с федеральной трассой А151. Именно по ней в этот рабочий визит проехал автомобиль главы региона Михаила Игнатьева. Еще пару месяцев назад ему пришлось бы выбирать другой маршрут. Дорогу достроили в конце прошлого года, но проезд открыли только несколько недель назад. По словам руководства Канаша, дело встало из-за перекладки коммуникаций. По работе на этой дороге возникали вопросы только потому, что нужно было переверзать газ. 426 труба высокого давления. Эти работы мы могли только в летний период проводить. Поэтому, как погодные условия позволили, мы сразу эти врезки переврезали. Объект вообще дался нелегко. Сдать дорогу должны были больше двух лет назад. Однако на пути вставали то коммуникации, то грунтовые воды, реки Аниш. В проект вносились изменения. Сейчас дорога полностью готова. Большегрузные машины больше не ездят по центру города. Разгрузили город Канаш. Это очень важный фактор. Для развития реального сектора экономики, для развития потребительского рынка имеет стратегическое значение. Все, что было по проекту, сделано. Но вопросы еще остались. Один из них – съезд к насосной станции водоканала. Приезжая с аварийной бригадой, предположим, что-то случится. А как машина должна въехать? Смотрите, какой крутой спуск. Вчера привезли ковш асфальта. Видимо, хотели спуск сделать. Немножко выкинули. А остальную часть асфальта куда-то увезли. Подъезды мы в этом году сделаем. Это мы будем делать уже по своим местным контрактам. Что касается самого индустриального парка. Практически готов энергоблок, который будет снабжать электричеством резидентов. Это все подсоединено. Разводка осталась в проценте 15. Перечень предприятий, которые разместят здесь свои производственные площади, тоже почти сформирован. Один из самых крупных резидентов – компания по производству холодильного оборудования. Председатель совета директоров отметил, что рассматривал разные регионы, но выбрал именно Канаж. И не только. Из-за удачного и географического расположения и железнодорожного узла. Канаж для нас был вообще не приоритетной точкой, пока мы его не увидели. Когда увидели, поговорили с главой администрацией. В общем-то, сложилось очень приятное впечатление. Если все пойдет по плану, первый холодильник сойдет с конвейера в конце года. Новые рабочие места получат 100 человек. Реализовывать проекты на льготных условиях инвесторам позволяет статус Канаша как территория опережающего развития. Его город получил весной 2018 года. Эти вопросы значимы для всех нас, для канажцев, для молодых людей, для тех, кто проживает в канажском пригороде. Это дает возможность найти достойное рабочее место, трудоустроиться и зарабатывать. Стойки с будущих предприятий будут поступать на локальные очистные. Срок их сдачи – 1 сентября. Сейчас объект готов на 65%. Контракты все у вас подписаны. Рабочие вопросы, которые возникают, вы должны снимать их от реальной ситуации. На сегодня это реально. Здесь другого срока не должно быть. До засрочек все это доведено. И здесь уже шутить я им объясняю, что с государственными деньгами шутить хватит. Объект, который скорее всего сдадут раньше срока – детский сад в микрорайоне Восточный. По документам он должен быть готов к декабрю. Однако подрядчик планирует справиться до наступления холодов. Не дожидаясь поздней осени, раньше завершим работу. Город уже принимает, подбирается в заведующие. Детский сад рассчитан на 240 мест, включая ясельную группу с двух месяцев. Проверил Михаил Игнатьев и выполнение программы по созданию комфортной городской среды. В прошлом году на ремонт дворов выделили больше 18 миллионов рублей. Двор у дома номер 24 в Восточном микрорайоне уже преобразился. А территория домов номер 6 и 8 по улице Ильича только ждет своей очереди. Масштаб необходимых работ показал прошедший дождь. Этот двор и еще больше 20 подобных планируют отремонтировать в этом году. Дороги в Чебоксарах заметно улучшились за последние два года. Такой вердикт вынесли активисты ОНФ. Они приехали в столицу Чувашии, чтобы проверить качество дорожного покрытия. Хотя все-таки нашлась яма, в которую вписалась колобашечка. Так называют наглядное мерило выбоем на дорогах. Все, дорога как бы в ужасном состоянии. Сам здесь лично потерял пару колес. Вот этот участок еще находится на гарантии. То есть 4 года где-то назад ее ремонтировала компания, которая обанкротилась. И администрация просто поддерживает ее в нормативном состоянии. Но все равно почаще надо приезжать и контролировать. И уже пора. Размер ямы вышел за пределы нормативной. 60 на 15 и на 5. Такого размера колобашечка. Наглядное мерило выбои на дорогах легко вписалось внутрь. Используя вот такой вот брусок дерева, мы можем, не прибегая к измерительным средствам, замерить размер ямы и сделать его там нормативной или ненормативной. Здесь, как вы можете наблюдать, она поместилась полностью в эту яму. Она ненормативная и, по идее, должна быть в 10-дневный срок устранена. Об этом сообщат в ГИБДД. Те передадут рекомендации управлению ЖКХ отремонтировать яму. И это лишь один случай. Полностью ненормативные проезжие части отмечены на карте убитых дорог. Уже который год лидер антирейтинга «Лапсарский проезд». По нему решения нет два года. Однако 48 дорог из 178 зафиксированных в Чебоксарах все же получили долгожданный капитальный ремонт. За два года работы проекта порядка 30% дорог, за которые проголосовали жители, по ним есть телеинные решения. То есть эти дороги либо уже отремонтированы, либо попали в планы ремонта, либо там сделан пока ямочный ремонт. Этот перекресток Крылова-Пирогова на карте отмечен как очаг аварийности. Улица магистрального значения перетекает в улицу местного значения. Мы имеем четырехсторонний перекресток, нерегулируемый. Это вызывает затруднения при движении водителей в любых направлениях. То есть здесь, можно сказать, что неправильно организована схема дорожного движения. Специалисты ЖКХ этого не отрицают. Более того, уже собирали комиссию по безопасности дорожного движения. Будут установлены знаки направления движения по полосам, которые позволят минимизировать, уменьшить количество конфликтных точек пересечения транспортных потоков. Активисты ОНФ в Чебоксарах уже третий раз. Они видели и помнят, какими были дороги в 2015 и 2017. Мы видим значительные перемены. Если мы раньше наблюдали очень большие разрушения, и в том числе и на центральных улицах, то сейчас увидели, что город приведен в хорошее состояние. Мы сравним, опять же, с другими еще городами. И вот за последнее время мы вот приятно, на самом деле, здесь. У нас приятные впечатления. Первые пока. Потому что центральные улицы, они в достаточно хорошем состоянии. Мы видели много разметки, что нет в других городах. Убитые дороги на интерактивную карту добавляют жителям. Тем самым можно повлиять на включение дороги в планы ремонта. Кстати, тротуары в ненадлежащем виде здесь тоже отмечены. Ирина Волкова, Леонид Петров, Виктор Степанов, Республика. В регионе о плохих дорогах можно сообщить на горячую линию. Будьте готовы назвать диспетчеру свои контактные данные и фамилию. Это нужно, чтобы вам могли сообщить о проделанной работе. Линия работает круглосуточно по номерам. 8 8 3 5 2 54 0 5 0 0 и 8 917 679 23 16. Новые функции взяла на себя диспетчерская Чувашу Продора. Теперь сотрудники будут принимать сообщения не только о проблемах на республиканских дорогах, но и на других. Кстати, жалобы на сбой в работе транспорта тоже. В Чебоксарах начала работу городская прокуратура. Прежде ведомство существовало, но было упразднено. Сейчас с увеличением нагрузки на правоохранительные органы в нем вновь возникла необходимость. При этом районные Ленинская, Калининская и Московская прокуратуры продолжат свою работу. Штатная численность прокуратуры города Чебоксары 11 человек, из которых 9 оперативные работники во главе с прокурором города. Им стал Денис Антонов, ранее работавший в районных прокуратурах и в аппарате прокуратуры республики. Остальные сотрудники тоже с опытом. Я убежден, что тот коллектив, та основа коллектива прокуратуры города способна решить поставленные задачи, добиваться улучшения законности и правопорядка на территории всего города, в взаимодействии с районными прокуратурами и непосредственно с аппаратом прокуратуры республики. В задачи прокуратуры Чебоксары входит надзор за работой администрации столицы республики и управлениями федеральных ведомств по городу. МВД, налоговая служба, пенсионного фонда. Кроме того, прокуроры будут контролировать по своему профилю деятельность других государственных учреждений, действующих в Чебоксарах. Прокурор Чебоксарской республики Василий Пословский вручил коллективу герб прокуратуры и служебное удостоверение. Позаботились и о материально-технической базе. Водитель, я так понял, в вашем распоряжении назначения, он, то, что состоялось в ключе от машины, фокус, который должен ездить теперь под разным улицам и непосредственно хотел бы вручить ключи от кабинета. Тоже символично, но это так. Думаю, что вы правильно и четко будете выполнять обязанности прокурора города. Располагаться созданная прокуратура будет на четвертом этаже здания Дома юстиции по улице Байдуково. В конце мая в Новочебоксарске молодые люди в нетрезвом состоянии напали на бригаду скорой помощи. 26-летний подозреваемый, который нанес больше всего ударов, уже под домашним арестом. Теперь задержан и второй подозреваемый. Его заключили под стражу. Помимо нападения на медиков, его подозревают и в других преступлениях. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чебоксарской республике продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту нанесения побоев из хулиганских побуждений санитару скорой медицинской помощи в городе Новочебоксарске. В ходе следствия по подозрению в его совершении задержан 18-летний житель Новочебоксарска. По ходатайству следователя судом в отношении него избраны меры пересечения в виде заключения под стражу, поскольку установлено, что в марте и мае этого года в отношении него органами внутренних дел были возбуждены два уголовных дела по статьям грабеж и кража по фактам хищения товаров из магазинов в Новочебоксарске. Расследование уголовного дела продолжается. Сегодня судебные приставы приостановили работу кафе «Бистро», что находится в здании центрального рынка в Чебоксарах. Нарушения были, что называется, налицо. Отсутствие механической вентиляции и полная антисанитария. Грязные раковины и плиты. Тараканы не разбежались даже при появлении нашей съемочной группы. Также быстро, созвучно с названием заведения «Бистро», деятельность кафе приостановили. Хотя для хозяйки заведения наличие тараканов в помещении общепита – норма. А почему хотели появилась? Тараканы – это животные. Первый раз не видим таракан, у каждого есть. Позвольте, под раками поползли. Антисанитария во всем. Не соблюдаются правила хранения готовой продукции и мытья посуды. Не проводится ежедневная оценка качества полуфабрикатов. И это только часть нарушений. В постановлении об административном правонарушении их описание занимает три страницы. Лучше не надо плиты, потому что все надо чистить. Да, все будет чистить вам надо. Даже не двигайте, смотрите. Меню кафе «Бистро» мы изучить не успели. Его очень быстро, прямо во время съемки, забрала хозяйка заведения. Красивый ничего не видит. Ничего красивого в заведении не нашли и представители Роспотребнадзора «Чуваши», которые приходили с проверкой еще в феврале этого года. Постановление об административном правонарушении вынесли 31 мая. Выехали по данному адресу, приостановили кафе, закрыли холодильники, опечатали кассы, банковские терминалы, также микроволновые печи для устранения всех недостаток. Данное кафе приостановлено на 45 суток. Также может ИП выйти в суд с прекращением, если все недостатки устранит. И несмотря на то, что двери кафе сегодня уже закрыты, в духовке и на плите продолжает готовиться еда. Правда, попасть в заведение теперь можно только через черный вход. И только для устранения недостатков. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Более тысячи юных программистов собрались на Республиканском фестивале научно-технического творчества «Кулибин». Он стал своеобразной выставкой достижений учеников, которые занимаются робототехникой. В современном мире сконструировать робота могут даже четырехлетние малыши. В их головах новые идеи, в их распоряжении новые технологии. Им и строить города будущего. Умные города – вот сема четвертого фестиваля детского научно-технического творчества «Кулибин». В городе в будущем должно все быть очень гармонично, экономично, без грязи, без мусора. Где все машины летают, большие дома. Слава Иванов стал на фестивале победителем соревнований «Танчики». Привел свою машину к финишу быстрее соперников, управлял ей с телефона. А этот робот умеет передвигаться сам, строго по черной линии. И называется «Ева-3». Идеальный робот четко точно не скажешь. Потому что если мы посмотрим робототехнику, робототехника бывает в медицине, военная, для учебы используется. Поэтому, мне кажется, только практика и использование этих роботов, когда создают инженер, и с ним вместе рядом работает тот человек, например, из отовской медицины, если возьмем врач и инженер, то они, наверное, могут только тогда создать идеального робота. Робототехника – это стык науки. Особый гость фестиваля – голубоглазый красавец мистер-робот. В Чебоксарах его научили здороваться и дарить хорошее настроение. Постройка этого робота длилась в районе 2-3 месяцев. Что он умеет делать? Он умеет ездить по полю и также умеет подъезжать к разным объектам, подходить их, здороваться с ними. Фестиваль «Кулибин» – это 25 интерактивных площадок. Это дома будущего из подручных материалов и машины из пластика. Это горящие глаза мальчишек и девчонок. И желание стать в будущем программистами, инженерами, физиками. Мария Шоклева, Борис Андреев. Республика. Работа по продвижению туристических брендов продолжается. Проекты из Чувашии участвуют во многих конкурсах и побеждают. Балдышкалят стал победителем и обладателем гран-при финала Всероссийского фестиваля конкурса туристских видео «Дива России». Чубаксарский проект занял третье место в номинации «Культурные события» и стал обладателем гран-при «Народный выбор» по итогам онлайн-голосования. Всего на конкурс представили более 60 видеопроектов. Оргкомитет Всероссийского финала «Дивы России» предложил представить этот проект на фестивале-конкурсе «Дива Евразии-2019». Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Увидимся завтра в эфире национального телевидения Чувашии в это же время. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok